Софишин Предисловие к этой книге написал пастор Сандея де Ладжа А сегодня она поделится с нами творческими своими творениями Эта поэма называется «Ответственность» И перевод ее вы сможете видеть на экране Надеюсь, что мы сможем его увидеть Если нет, пожалуйста, пусть какой-то переводчик подойдет сюда и будет готов Поэма, наша ответственность Из глубины своей любви он протянул свою руку чтобы спасти человечество Не потому что мы были достойны, но потому что он был достойен Он любил нас даже в нашем поврежденном состоянии, отвергнутыми всеми Мы были связаны грехом и оставлены на смерть, но его любовь постигла, сохранила и вернула нас к нему Он умер на кресте чтобы занять ваше место и мое место Он восстановил землю, которую мы потеряли и поручил нам властвовать Он восстановил землю, которую мы потеряли и поручил нам властвовать Он восстановил землю, которую мы потеряли и поручил нам властвовать Не потому что мы были идеальны Не потому что мы были идеальны, но потому что Он любит нас и доверяет нам. Его превосходство и сила проявляется в нашей слабости. Как велика Его любовь! Как велико доверие! Как чудесен Бог, которому мы служим! Он дает силу слабым и владычество брошенным. Даже когда мы думаем, что мы чего-то не можем, Он сказал, что мы все можем в укрепляющем нас, Иисусе Христе. Позвольте спросить, что вы делаете с властью данной Богом? Что вы делаете с той властью, которую Бог дал нам? Что вы делаете с ней? Вы максимизируете это или вы уничижаете его цель на вашу жизнь? И до сих пор подвластны тому, над чем вы должны властвовать, будучи спасенными. Что вы делаете с огромной любовью, которую Он щедро излил на вас? Его с его большим доверием к вам. Что вы делаете с этим? Если Он доверил вам так много, то это будет грехом для вас, разувериться в себе или Богом данных способностей. Если бы мы должны были заплатить за Его великую любовь, благодаря которой Он пошел на крест, то никто из нас не был бы в состоянии себе это позволить. Он отдал нам это на золотом блюдечке совершенно бесплатно. Все, о чем Он когда-либо просил у нас, это принятие Его любви. И чтобы мы подготовились к тому великому призванию, ради которого Он спас нас. Он заплатил слишком большую цену за нас. Мы не можем позволить себе прожить жизнь впустую. Мы были спасены, чтобы спасать других. Мы были спасены, чтобы восстановить землю. Когда вы видите кризис и проблемы на земле, и в жизни человечества, это не время для вас, чтобы жаловаться. Но это ваша и моя ответственность, чтобы исправить это. Давайте не оскорблять Бога, просто молясь и прося Его прийти, но делать то, что Он поручил вам и мне делать. Он дал нам так много таланта, но что гораздо больше, чем мы можем себе представить, это потенциал и сила, которые находятся в пределах нашего внутреннего существа. Let's not limit ourselves. It is time to wake up the sleeping giant in the earth. Не ограничивайте себя. Настало время разбудить спящего гиганта в нас. We all have to act. Мы все должны действовать для Бога, так как от вас и от меня зависит восстановление земли. Поможете ли вы Богу достичь Его цели? I don't know about you, but I have decided to use every talent He has given me, every ability and power He has made available to my inner man, for the fulfillment of His purpose and His glory. I don't know about you, but I have decided to use every talent, which He has given me, every ability and power He has made available to my inner man, for the fulfillment of His purpose and His glory. What about you? Remember, there is no one born without a talent or an ability that we do not know is not an excuse. You will give account to God for every talent and ability He has given to you, used or unused. Get up today and fulfill purpose. Поднимитесь сегодня и начните достигать свое предназначение. God has given you everything you need to succeed. Бог дал вам все, что вам нужно для успеха. We must not fail God. Мы не должны подвести Бога. Take a decision. Примите решение сегодня. Take a stand. Займите позицию. Make a choice. Сделайте выбор. I choose not to fail God. Я выбираю не подвести Бога. God bless you. Да благословит вас Бог. Я выбираю не подвести Бога. Я выбираю не подвести Бога. Продолжение следует...